Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Ольга Десятого и сегодня в программе. Сборная России разгромила сборную континентов. В Сочи прошел пятый турнир по боевому самбо платформа С-70. Помириться с силой, попробовать себя в новом виде спорта и поболеть за друзей можно было на Южном Малу. В Сочи отметили День физкультурника. В одном из старейших детсадов Сочи появилось еще 80 мест. Сегодня на Мацесте открыта пристройка к основному корпусу. Хоккейный клуб Сочи победил Кубань в двух домашних матчах. Новички провели свои первые поединки. В выселках простились с героем труда Кубани, основателем крупнейшего агрохолдинга в регионе Николаем Ивановичем Ткачевым. Он ушел из жизни на 88-м году. Слово нашим краснодарским коллегам. Про таких людей говорят, на них земля держится. Хотя при жизни Николай Иванович Ткачев так говорить о себе не разрешал. От природы был скромным. Мнение самих станичников он поставил на ноги не только Василковский район, но и край во многом, создав одно из самых крупных агропромышленных предприятий в регионе. Это был замечательный человек. Вы не представляете, как его любят на фирме. Его с любовью всегда называли наш Николай Иванович. Я не могу даже описать всего того, что испытывают люди в данный момент. Все звонят, все спрашивают, неужели это правда. Родился в станице Фостовецкой. Из казаков. Воевал. Дошел до Берлина. С боевой закалкой по жизни Николай Иванович одержал еще много побед. Окончив МГУ, променял столицу на станицу. Вернулся на родную Кубань. В 1974-м возглавил строительство Василковского комбикормового завода. В 80-х стал его директором. Но главное дело жизни создание фирмы «Агрокомплекс» начал, и в это трудно поверить, на седьмом десятке. Предприятие, благодаря которому у 16 тысяч кубанцев, на селе сегодня есть работа. А в регионе и далеко за его пределами знают, что такое качественные кубанские продукты. Сколько он людям помог, сколько он людей спас. Вот чисто в житейских вопросах. Болезни. Не говоря уже о производстве. Когда строился агрокомплекс, все было, все такие громадные проекты, значимые. Все под его личным контролем было. Самое тяжелое брал на себя. Страшно было даже думать, что когда-то его не станет. Николай Иванович всегда разговаривал с людьми на языке справедливости. Поэтому люди всегда уважали его, любили его. Сегодня они скорбят о нем. Много успел сделать в жизни для людей, для Василковского района, для края, для России. И одно такое сегодня производство агрокомплекса. Там, конечно, частица жизни, энергии, ума, как хотите. Это Николай Иванович. Отпевали Николая Ивановича Ткачева в Свято-Троицком храме Станицыного Донецка. Это тоже его детище. Золотые купола в степи появились после того, как реставрацией разрушенного храма занялся благотворительный фонд, созданный Николаем Ивановичем. Литургию отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Великий дар – суметь объединить и повести за собой людей. К Николаю Ивановичу часто обращались за советом. Ему верили, на него полагались. Невероятно сильный, всегда спокойный, уверенный, сдержанный. И в 88 он был опорой для своей большой семьи. Ее он считал главным, что есть у него в жизни. Проститься с отцом губернатора пришли сотни людей. Простые станичники, коллеги, руководители краевых министерств, главы предприятий. Поскольку я родилась и живу в Выселковском районе, я знаю, сколько много было сделано этим человеком, человеком большой души, огромного сердца. Его хватало на всех. На простых работников, на детей, на свою родную семью. Наверное, в первую очередь и так должно быть. Это большой пример для растущего поколения, подрастающего. Ветерана Великой Отечественной, героя труда Кубани, похоронили с воинскими почтями под залпы орудий. И к другим темам. В Сочи сегодня пришвартовался ракетный крейсер «Москва». Гвардейский ракетный крейсер «Москва» – один из двух кораблей первого ранга в составе Черноморского флота. Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, противовоздушной обороны удаленных соединений и огневой поддержки десанта. Длина крейсера – 186,5 метров, ширина – почти 21 метр. Максимальная скорость – 32 узла, экипаж судна – 510 человек. Как сообщает портал РИА Новости, одной из причин его появления в Сочи является заход американского ракетного крейсера «Велла Галф» в акваторию Черного моря. В Краснодарском крае с 11 по 14 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Управление гражданской обороны просит быть бдительными и в случае необходимости звонить с мобильного телефона по номеру 010. И продолжаем. Сборная России разгромила сборную континента. В Сочи уверенной победой наших спортсменов закончился пятый турнир по боевому самбо платформа С-70. По традиции болел за россиян и президент страны Владимир Путин. Гостями вечера также стали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Серхсян. Продолжит Игорь Кырпа. Началом увлекательного зрелища стало традиционное взвешивание спортсменов. Оно прошло прямо на берегу моря и вызвало неподдельный интерес у отдыхающих. Спортсменов такого уровня увидеть вживую удается не всем. Особое внимание было приковано к двум бойцам – россиянину Вячеславу Василевскому и бразильцу Майкелю Фалькау. В 2012 году наш спортсмен уже встречался с Фалькау на турнире «Беллатор» и потерпел поражение. Но на платформе С-70 у него появился шанс на реванш. Собственно, этот бой стал основной темой пресс-конференции, которая прошла сразу же после взвешивания. Первым поприветствовал спортсменов и гостей глава Сочи Анатолий Пахомов, который отметил, этот турнир каждый год стимулирует жителей курорта к занятиям спортом. Тот человек, который займется спортом, он уже становится счастливым человеком, потому что у него есть убеждение, потому что у него есть сила воли, потому что он уже с этого пути не свернет. И к этому мы стремимся. Город Сочи и власти города Сочи стремятся к тому, чтобы каждый горожанин наш был счастлив. Сами же соперники к бою были настроены решительно. Этот бой будет матчем-реваншем. И в 2012 году я проиграл Майкелю в Америке. И, как я считаю, это была моя ошибка. И поэтому завтра я приложу все усилия для того, чтобы ее исправить и обязательно победить. Я могу сказать, что два года назад я одержал победу. И завтра я выиграю так же. Я дрался с лучшими бойцами мира. Дрался на UFC, на Беллатор. Я всегда готов к бою. Уже вечером состоялось 10 зрелищных и непредсказуемых боя. Российская сборная сражалась со сборной континента. Гостями спортивного вечера стал президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Тьерж Саргсян. Бои действительно удивили зрелищностью. Российские спортсмены не оставили соперникам из Европы, Америки и Азии ни шанса на победу, выиграв 9 боев из 10. Кульминацией вечера стал бой Вячеслава Василевского и Майкеля Фалькао. Россия не надержал уверенную победу в первом раунде и стал трехкратным чемпионом мира по боевому самбо. Стать участником спортивного вечера мог каждый желающий. По инициативе руководства города бесплатная фан-зона платформы S70 развернулась в летнем театре парка имени Фрунзе. Поболеть за своих пришло много жителей, гостей курорта. Люди не скрывали свои эмоции. В следующем году Сочинское побережье снова встретят лучших бойцов со всей России и мира на шестом турнире платформы S70. Игорь Кырпа, Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Сочинских больших кошек навестили высокие гости. В центр реинтродукции переднеазиатского леопарда приехал председатель координационной комиссии Международного олимпийского комитета по играм в Сочи Жан-Клод Кили и вице-премьер правительства России Дмитрий Казак. Гостям показали, в каких условиях живут представители редкого вида кошачьих. Продемонстрировали также систему видеонаблюдения, благодаря которой специалисты 24 часа в сутки могут наблюдать за животными. Именно с помощью камер сотрудники и узнали о пополнении в семьях леопардов. Самки не пускают никого в вольер к новорожденным детенышам. Появление котят в центре считают гигантским шагом в реинтродукции переднеазиатского леопарда. В восторге и гости. Я приезжаю в Сочи на протяжении многих лет и прогресс необычайный. Сначала было два леопарда, потом четыре, а сейчас уже пять котят. Это большой успех и великое наследие игр. Мы можем много говорить о тоннелях, дорогах, ледовых дворцах, но есть и другое наследие. Спустя 80 лет леопарды возрождаются. Это самое прекрасное наследие игр в Сочи. Чрезвычайно важно, еще раз хочу подчеркнуть, значение всей экологической программы, которая была реализована за все эти годы. И сохранение кавказских леопардов – это только такой очень-очень маленький элемент этой экологической программы, но он очень символичный. Еще раз хочу напомнить, что в результате реализации всех мероприятий здесь намного стал чище воздух, намного стал чище моря. Это самое главное достижение, которым пользуются миллионы российских граждан и сами сочинцы. Также Дмитрий Казак и Жан-Клод Келе осмотрели трассу для гонок Гран-при Формулы-1. Уже уложено трехслойное покрытие. А на том месте, где сейчас фотографируются туристы, скоро возведут трибуны для зрителей. Вице-премьер в заключении отметил все работы на контроле. У нас никаких опасений, что есть какие-то проблемы, что будут сорваны сроки подготовки инфраструктуры для Формулы-1 или организационной проблемы нет. Билетная программа реализуется успешно, мероприятие пользуется большим спросом, большой популярностью. В Сочи отметили Всероссийский день физкультурника. Он был организован в год Олимпиады в 1980-м. С того времени традиционно 9 августа работники физической культуры и спорта отмечают свой профессиональный праздник. В этом году его отметили на площади у Южного Мола. На протяжении 34 лет День физкультурника объединяет на одной площадке людей различных профессий и возрастов. Принять участие в одном из любимых и ожидаемых на курорте праздников собрались сотни человек. Не только профессиональные спортсмены, но и просто любители активного образа жизни. Для тех, кто еще не определился с выбором, в какую секцию можно отдать ребенка, работали стенды всех спортивных школ курорта, которых за последние годы стало немало. Благодаря федеральной краевой поддержке спорт стал неотъемлемой частью жизни курорта, отметил Анатолий Пахомов в своем выступлении. Мы сегодня имеем 27 муниципальных и краевых спортивных школ, в которых могут заниматься 23 тысячи наших жителей, наших юношей и девушек. И мы сегодня говорим о том, что с каждым днем материально-техническая база нашего города увеличивается. Именно созданная спортивная база дает серьезные предпосылки для развития спорта. Благодаря созданным условиям на курорте появляются все больше мастеров спорта, чемпионов и победителей в соревнованиях различных уровней. Победы наших юных спортсменов зависят не только от базы, но и от тренеров. И в профессиональный праздник тех, кто на протяжении нескольких лет воспитывал и продолжает взращивать спортивное будущее нашей страны, наградили благодарственными письмами и почетными грамотами. Награду из рук главы курорта получила и тренер 7-й спортшколы Ольга Авдеева. Я очень счастлива, что вообще живу в данном городе. Это самый лучший город. Потому что перед Олимпиадой столько было сделано, столько спортивных объектов было открыто, столько школ было открыто много. То есть огромное спасибо всем, кто в этом участвовал. Мы первые, мы лучшие. Город Сочи. Быть всегда первыми стремятся не только воспитанники спортивных школ-курорта, которые демонстрировали на площадках свои способности в стритболе, волейболе, футболе, боксе и дзюдо. Большой интерес к спорту стали проявлять все жители. Показатели – активное участие в различных спортивных мероприятиях. И в этот день попробовать себя в силовых упражнениях решили немало любителей. Андрей Думчев, например, раньше недооценивал свои возможности, но в результате они превзошли ожидания. Я когда подошел к гире, мне сказали, что для золота надо 40 трасс. Я подценил размеры гири и думал, нет. Ну, раз 10 подниму. Вот, взял, начало получаться, пошел, пошел. Уже когда дошел до 30, ну, 40 прям сам Бог велел. Я собрался, доделал, прям счастлив. Золотой норматив ГТО. Почему решили принять участие в этих соревнованиях? Ну, как бы просто ходить, есть бургеры, пить Кока-Колу не очень интересно. А тут для горожан устроили такое шоу, где можно самим поразвлекаться. Я считаю, что это очень здорово. В здоровом теле, как известно, здоровый дух. Сочинцам и гостям курорта это продемонстрировали и представители одного из фитнес-клубов. Кроссфит сочетает в себе различные упражнения, которые способствуют выносливости и гармоничному развитию всего тела. Это лучший вид спорта, какой есть вообще. Просто получаешь море удовольствия. Спортивные праздники в этот день прошли во всех районах Большого Сочи. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Управление культуры – один из лидеров в организации детского отдыха в Сочи. Из 44 подготовленных специалистами отрасли летних площадок 12 признаны лучшими в городе. Предварительные итоги работы по организации летнего отдыха специалистами управления культуры подводились сегодня в ходе методического семинара, участие в котором принял и глава города Анатолий Пахомов. Все подробности далее. Площадь перед художественным музеем сегодня превратилась в листовку достижений управления культурой в часть организации детского отдыха. Пели и танцевали творческие коллективы. Детей развлекали аниматоры. Предподаватели учили ребят накладывать аквагрим и плести из бисера. Такие кружки все лето работали на базе районных домов культуры, библиотек и городских парков. В ДК Кудепса, например, обучали азам лепки из теста. На нашей площадке девочки и мальчики, такой разноводный контингент, от двух с половиной лет участвовали в наших программах, ну до 15 лет. Площадки активности сегодня посетил глава Сочи Анатолий Пахомов. Сначала он посмотрел выставку. Эти рисунки юные художники делали в ходе пленерных смен. Таких уже прошел 163. Затем познакомился с работой кружков по интересам. Им поинтересовался сам, много ли детей охвачено таким видом летней занятости. Сколько вы можете вообще, используя эту материаль, как у вас есть, вообще, сколько могли бы иметь, обучать? Ну, 50. 50, да? Ребята, давайте искать не работаем, 50. Дебя, да, я живу вокруг нашего дела. Из 119 площадок, которые организованы на это лето разными управлениями в Сочи, 44 курировали специалисты от культуры. Летними досуговыми центрами стали все учреждения отрасли. На базе одних детей учили рукоделию, другие приглашали ребят в свои скины на экскурсии, просмотры концертов или кинофильмов. Задача и идея главы города в том, чтобы как можно большее количество детей должно быть охвачено именно вот такими профессиональными проектами в работе в летний период. Есть некоторые площадки, на которые родители своих детей записывают на летнюю площадку за много ранее, чем лето, за полгода. В итоге из 44 площадок, организованных Управлением культуры, 12 были признаны лучшими в городе. Это самый высокий показатель. Работу высоко оценила глава города благодарственными письмами. Их Анатолий Пахомов вручил в ходе методического семинара и отметил, активная работа с детьми на летних каникулах дает реальные плоды. Благодаря досуговым площадкам удалось значительно снизить количество детей, стоящих на разного рода учетах. Не каждый город может похвастаться тому, что таким образом начали мы заниматься детьми. И то, что сейчас такое внимание мы уделяем досугам, спортивным площадкам, это лишь только для того, чтобы увлечь детей от безделия. У каждого я в глазах, и я вот вижу в этом нашу победу. Самое главное, когда наши люди радуются тому, что делают, что у них это получается. Также на семинаре специалисты Управления культуры поделились самыми интересными наработками в организации летнего отдыха. Ведь впереди еще несколько недель лета, и они, как и предыдущие, должны пройти разнообразно и ярко. Игорь Кырпа, Ольга Десятого, Демид Даниловский. Телекомпания ФКТ. В одном из старейших детских садов Сочи сегодня появилось 80 дополнительных мест. Это произошло благодаря пристройке к основному корпусу. Теперь детский сад номер 4, который находится в микрорайоне Мацеста, претендует на звание самого современного дошкольного учреждения Сочи. Доброе утро! Доброе утро! Праздники для малышей в этой части микрорайона Мацеста – дело привычное. Детский сад номер 4 появился здесь без малого 80 лет назад. Но у этого торжества особый повод – открытие пристройки на 80 мест. Хотите попробовать пожелание оставить? Ну давайте. Да? Иди отсадочка. В добрый путь. Такое пожелание оставляет глава Сочи Анатолий Пахомов. Решать проблему дефицитом мест в сочинских детских садах городские власти начали еще при подготовке к Олимпиаде. Тогда появилось 2000 дополнительных мест, во многом благодаря пристройкам. Буквально неделю назад такая появилась на Бытхе. Теперь еще одно новоселье. Пользуясь случаем, сегодня поблагодарить губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева за ту поддержку, которую он оказывает городу Сочи в социальном решении вопросов. И это все и есть гуманитарная олимпиада, то есть добиться цели, чтобы дойти до каждого человека, до каждого горожанина и создать условия для его хорошей жизни. У Арины Гончаровой в 4-й детский сад ходил сын. Теперь она привела уже в новое строение дочь Таисию. Очень рады. Походили, посмотрели по помещению. Все понравилось. Новая мебель, кухня, прачка, игрушки, спальное место, туалеты, зоны отдыха. Просто великолепно. Возводили пристройку, советую с руководством и воспитателями детского сада, чтобы в итоге детям было как можно более комфортно. И не только в самом здании. Мягкое прорезиненное покрытие такие используют при обустройстве современных детских площадок для безопасности малышей. Покрытие появилось и во дворе пристройки к детскому саду номер 4, как эксперимент. Не исключено, что такая подушка безопасности появится и в других детских садах Сочи. Еще 11 пристройок и 12 новых детских садов появятся в Сочи в ближайшие годы. Так и в этом детском саду номер 4 возведут новый основной корпус. Но останется и нечто неизменное – преемственность. Здесь каждый пятый педагог сам когда-то ходил в этот детский сад. Своя история и у Марии Андреевой. Я здесь проработала 35 лет, ушла отсюда на пенсию. И вот теперь моя брючечка идет и в дух ходит в садик. В ближайшее время на курорте откроют еще две пристройки к детским садам. В Догомысе и в микрорайоне Голубые дали. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Я люблю Сочи. Проект под таким названием стартовал на курорте. Он направлен на воспитание бережного отношения к городской среде. Накануне молодые активисты решили навести порядок в одном из центральных скверов курорта. На субботники побывала и наш корреспондент Татьяна Нагорская. Обычные субботники проводятся ежемесячно во всех районах курорта. Зачастую порядок на улицах наводят активные и небезразличные жители. Но встречаются и такие, для кого уборка своей придомовой территории в тягость. В этом труде нет ничего сложного. Убрать листву, покрасить лавочки или подмести может каждый. Для этого просто нужно желание и чувство любви к своему городу. На это как раз и направлена акция «Чистый сквер», проходящая здесь, на улице Гагарина, в рамках нового проекта «Я люблю Сочи». Вооружившись метлами, перчатками, кисточками и граблями, волонтеры и представители молодежного совета решили не просто освежить один из известных уголков центрального района, но и на своем примере показать сочинцам и гостям курорта, что следить за порядком должен каждый. Для этого мы здесь и убираем, чтобы привлечь сейчас именно жителей. Сейчас должны, думаю, надеемся, что жители придут и тоже с нами будут совместно убирать свой, облагораживать сквер. И они пришли. Одни стали помогать молодым собирать листву, другие решили закрасить неудачное творчество начинающих граффитистов и освежили лавочки и бордюры. За метлу взялась и домком. Много есть кому сорить, а убирать некому. Поэтому в этой акции большое спасибо. Я благодарна и благодарны мои все жильцы этих домов. Мы теперь будем здесь отдыхать. Отдыхать и любоваться чистотой и порядком. Участие в субботнике приняла и одна из сочинских озеленительных компаний. Они посадили несколько растений у памятника Юрию Гагарину. Свою лепту в наведении порядка решили внести и сотрудники городской администрации. На субботник приехал и мэр Анатолий Пахомов. Он поблагодарил молодежь за организацию акции и прошелся по скверу. Анатолий Николаевич, спасибо вам за такое мероприятие. И мы тут подорвались. Следить за порядком на своих придомовых территориях нужно регулярно, отметил мэр. И не только во время субботников. Жители этого дома, этого двора, они должны быть хозяевами своего двора и должны понимать, что могут они нанять кого-то и он за деньги ему берет. А могут сами это сделать. А вот инициатива нашей молодежи, она очень значима еще и потому, что они считают себя хозяевами этого города. Они любят этот город, потому что он такой прекрасный. А раз они его любят, они его и приводят в такой вид красивейший, который он заслуживает. Это очень здорово. Мэр тоже принял участие в субботнике. Помочь градоначальнику в покраске лавочки вызвались самые маленькие сочинцы. Ну а после такой работы каждый труженик мог бесплатно перекусить на свежем воздухе. Вкусную выпечку и чай приготовили жители района. В субботу, 16 августа, такая же акция пройдет на улице Воровского во дворе дома номер 60. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Хоккейный клуб Сочи победил Кубань в двух домашних матчах. Новичок континентальной хоккейной лиги клуб Сочи провел на домашнем льду свои первые поединки. Краснодарцы уже провели несколько сезонов высшей хоккейной лиги. Для сочинцев эти игры стали первыми в истории клуба. Несмотря на это, команда из Олимпийской столицы уже обзавелась собственными фанатами. Зрителей на трибунах ледового дворца «Шайба» собралось достаточно много. Около трех тысяч на каждый поединок. К слову, это не основная арена сочинцев. Принимать гостей на матчах континентальной хоккейной лиги они собираются в ледовом дворце «Большой». Дебютный сезон в элитном дивизионе России фанаты «Леопардов» ожидали с оптимизмом. Нормально, хорошая команда. Яркие звезды есть от Сумы. Думаю, что выйдем хотя бы в плей-офф. Хотелось бы выйти в плей-офф, но и, конечно, победить. У нас хороший тренер, отличный тренер. Имеет богатый опыт. Поэтому верим в команду. Подтверждение того, что сезон для сочинцев должен получиться неплохим – две уверенные победы над Кубанью – 3-1 и 4-3. Хозяева площадки выглядели сильнее. Все-таки в их составе двукратные чемпионы мира – Виталий Прошкин и Сергей Зиновьев. Краснодарцы и не возражали. Они в этих встречах на победу особенно и не рассчитывали. Положительные результаты, думаю, от этих игр можно извлечь. Но есть и недостатки, которые надо работать в эти короткие сроки. Надо подработать некоторые вопросы по линии обороны, по реализации других моментов. Сочинцы начинают свой регулярный сезон в КХЛ в сентябре. Тогда же стартуют в ЭХЛ в Краснодарте. Графику обеих команд очень напряженной. Однако кубанские любители этого вида спорта надеются, что двумя матчами это необычное дерби не ограничится. Самые спортивные сотрудники работают в Югспорте. Ко дню физкультурника коллектив Южного федерального центра спортивной подготовки подвел итоги своей юбилейной спартакиады. Честого не состоялось во дворце ледового спорта «Айсберг». Все подробности у Елена Всецыны. Дворец ледового спорта «Айсберг», как и ряд других олимпийских объектов, теперь в оперативном управлении Южного федерального центра спортивной подготовки. Поэтому неудивительно, что церемония награждения самых спортивных сотрудников центра прошла в олимпийских стенах. От этого и волнение, и больше гордости. Коллектив большой, дружный, а самое главное физически крепкий. И каждую очередную олимпиаду сотрудники всегда ждут и с удовольствием участвуют. Мы предприятие Министерства спорта Российской Федерации. И кому, как ни нам, поддерживать традиции, показать пример не только в работе, а наш коллектив прекрасно трудится, но, естественно, и в жизни заниматься физической культурой, и спортом, и показывать всем пример. С такого парада команд и началась юбилейная пятая спартакиада. По числу участников она стала самой масштабной, так как штат-центр увеличился в три раза. В спортивных соревнованиях приняло участие свыше 200 сотрудников Югспорта. Они играли в волейбол, мини-футбол, перетягивали канат, участвовали в парусной гонке и даже в морской рыбалке в акватории парусного центра Сочи. И все без исключения боролись за лидерство. Большинство соревнований проводилось на стадионе Югспорта. Перетягивание каната было очень сложно, по крайней мере для меня. Я до сих пор чувствую боль во всех мышцах. Была возможность и продемонстрировать свои спортивные возможности в индивидуальном первенстве. Некоторые сотрудники Южного федерального центра спортивной подготовки заработали даже по две медали. Две медали – это два первых места в бадминтоне и в бросках в кольцо. Не буду скрывать, занимался баскетболом, бадминтоном, так что вот и весь секрет. Команды, занявшие призовые места и самые спортивные сотрудники, были отмечены не только кубками, медалями и грамотами, но и сертификатами на посещение СПА и медико-восстановительного центра, а также другими ценными призами. Елена Овсец, на Борис Осин, телекомпания ФКТ. Один день бешеных скидок в Адлере в торговом центре Сити Плаза. В пятницу можно было купить любой товар по максимально низким ценам. Такой праздник летних скидок проходит только раз в сезон. Лето – это не только море, солнце, пляж. Это еще и шопинг, причем заманчивый и очень выгодный. В торговом центре Сити Плаза в Адлере покупатели удивляли весь день вплоть до 22 часов. Скидки на весь товар доходили до 70%. Доступными стали и такие спортивные магазины, как Высшая Лига и Спортмастер. Покупатели удивлялись, не верили глазам и шли на кассу. Дерзайте, дерзайте. Я вновь напоминаю, что у нас есть магазины сегодня, в которых можно приобрести одежду даже за 100 рублей. Представьте себе, 100 рублей и у Вас качественная европейская одежда. Только сегодня главный день лета – день беспордонных скидок. Покупатели выбирали, примеряли, им помогала группа «Навигатор». Музыканты и сами были не почв пройтись по торговым рядам, но создавать атмосферу для гостей торгового центра тоже ведь доверяют не каждому и не каждый день. День самых больших скидок пришелся на последний рабочий день недели, так что многие поспешили завершить его пораньше, чтобы было время попродить по торговому центру, определиться с выбором и сделать подходящую покупку. Зашел чисто случайно с другом, увидел там футболку симпатичную, увидел цену, приятно обрадовался. Хорошие скидки. Я не знала, зашла, думаю, музыка играет интересно, но здесь такие скидки, я вообще не ожидала. Кроме приятных покупок можно было поучаствовать и в розыгрыше призов. Счастливчикам достались билеты к кинотеатру «Сити Старс». Было еще много веселых, интересных и зажигательных акций для детей. «Плаза Сити» сам по себе строился не просто как торгово-развлекательный комплекс, а именно как центр досуга, реального проведения таких мероприятий, детских конкурсов. Такой летний день скидок «Сити Плаза» пришелся по вкусу всем адлерцам и гостям курорта. Он запомнится надолго, ведь бывает только один раз в сезоне. Дни беспардонных скидок «Сити Плаза» теперь будут удивлять приятными сюрпризами не только летом.